добрый день дорогие друзья с вами евгений гордеев из славного города героя смоленска друзья вы конечно же заметили что я читаю практически все ваши комментарии на многие из них оставляю ставлю свое алое авторское сердечко полемизирую с вами или же соглашаюсь с тем что вы пишете а нередко и использую ваши подсказки для того чтобы осмысливать самому те или иные факты о которых вы мне пишите осмысливать может быть те или иные ролики ссылки на которые вы мне даете спасибо за это огромное вам вот моя зрительница лена лена это у нее ник такой двойная лена как однажды в самолете говорят стюардесса говорит уважаемые пассажиры наш самолет приближается городу баден-баден ну а новый русский так сказать пельмени глаза разлепил и говорит не надо мне дважды повторять баден-баден я уже понял что мы к бадену подлетаем вот лена лена извини пожалуйста дорогая она лена лена под моим последним роликом по делу влада бахова где я говорю о стоящей возле поляны автомашине уазике написала комментарий со ссылкой на ролик блогера валентина дегтярева валентина дегтярева я внимательно посмотрел это видео убедился да убедился сам что на нем действительно присутствует автомобиль какой-то марки у вас не у вас честно говоря трудно разобрать но автомобиль ссылочку на этот ролик я вам дам своем описании под моим роликом а вот на этом фото сделано мною с ролика вот валентина дегтярева влад бахов стоит перед скатом шалаша наклонившись вперед ну как бы готовится и тут некто в полосатой там уже уже в полосатой телогрейке готовясь так сказать местам лишения свободы полосатой форме наклад его придерживает а вла значит наклонился вперед повернув головку к тому кто снимает это видео и немного наклонив голову здесь лицо влада трудно разглядеть мутновато сделано потому что во первых увеличена еще трудновато разглядеть есть ли на нем следы побоев или нет таких следов но друзья на мой взгляд именно в такой позе с таким поворотом головы и с наклоном головы влад представлен на фотографии в ролике марины ковалевой кажется ковалева или королева но не имеет значения вы поняли о ком речь с лицом носящим следы жестоких побоев помните нам даже зуба выбиты то сказать я говорил об этом а вот синяки их под глазами если представлены а что помните я вот демонстрирую это фото если представлены в ролике марины фотографии влада с разбитым лицом не photoshop а подлинник то получается что влад на известном всем нам видео крапкался на шалаш с такими вот страшными травмами на лице вот с такими уже побоями так сказать по всему прочему по припухлости вот в верхней трети переносицы я еще раз глядел под микроскопом можно предположить даже а ее перелом перелом и переносицы где и при каких обстоятельствах влад эти травмы получил где он их мог получить был ли он жестоко избит после чего его заставили лезть на шалаш или же он получил эти травмы лица и выбил передние зубы при падениях неоднократных во время попыток забраться на шалаш я не знаю не могу сказать и вряд ли до того как на нарах окажутся те кто должен оказаться мы узнаем так сказать это дальнейшее рассуждение привели меня к пониманию того что увеличенные фото влада со следами побоев на лице представленные на фото марины на фоне автомобиля уазик там уже видно что уазик это не что иное как фотомонтаж то есть взята фотографии вот где около шалаша он там я говорил повернул личико где там рядом волосатом чем-то стоит я не знаю вы знаете их фамилию все я не знаю кто это вот и значит и привнесено значит туда где какая-то машина стоит привнесено туда ведь одежда тоже наклон головы тот же поза согнутая вперед нагнутая та же поворот лица такой же а откуда то значит взята берется машина там тоже мы видели что у дегтярева есть автомобиль но во первых ближе гораздо стоит во вторых передом так сказать фарами сюда вот не знаю это я так рассуждаю у вас может быть другое мнение сложится так сказать вы своих комментариях наверно поправите меня или уточните или или свое прямо противоположное мнение выскажите это нормально но я считаю что вот это вот графе 2 более крупного плана там машина ближе и другого плана где автомобиль стоит там уже х метрах 30 50 за владом за лицом влада вам так говорить это я считаю фотомонтаж кто и для чего его сделал сама марина вот это блогерша либо какая-то вот бабушка арсентия на которую она ссылается который там представила эти снимки или же им кто-то эти фотографии слил мифическая бабушка арсентия может быть это не бабушка так сказать сами эти двенадцать кто-то из двенадцати . причем двенадцать там их уже не двенадцать а сорок человек замешано в этом деле потому что это и кладбищенские дела и судмедэкспертные дела и поисковые дела и фотографические дела и и много-много чего еще так сказать и дела о фальсификации там 40 человек надо длинную скамью подсудимых так сказать и длинные нары делать хоть я и смеюсь но это не шутка если правильно расследование пойдет а так оно и будет вот но попутно раз уж я задел этот вопрос раз уж правильно пойдет я считаю что вот сейчас затягивание это связано либо с тем что напали на такую жилу которую надо разрабатывать тихо молча так сказать и не спугнуть никого либо для того чтобы все пишет окрыто посмотрим по некоторым признакам значит конец сентября начало октября должны стать поворотным пунктом в этом деле вот какова же цель этой мистификации если эта мистификация ну что мистификация с фотошопом значит не с фотошопом а с накладкой значит фотографии влада на какой-то так сказать фото автомобиля это уже я уверен на сто процентов так какова цель этой пустить нас по ложному следу отводя от тех 12 и наталкивая на мысль о том что влад стал жертвой полицейского произвола но ведь сделавший это не мог не понимать что фальшивка быстро распознается так вот исходя из этого вот двух этих постулатов я считаю что есть что если этот фотомонтаж что если это фотомонтаж то он сделан мог быть как раз с целью увести нас в сторону от полицейского следа в этой истории не от тех 12 от полицейского следа то есть методом от противного чтобы мы могли подумать вот мол гады сделали этот фотошоп чтобы мы стали считать что не 12 виновны в гибели влада а полицейские чья машина изображена на фото раз мы поняли что это фотошоп значит это не полицейские значит эти 12 в общем хитрости такие могут быть но я хочу сказать это довольно таки многоходовочка интересно вот если мы ее с вами раскусили действительно то честь нам и хвала честь нам и хвала вот разрывируем гамбит в том что машина была на фото дегтярев и коча нас убедили да и чё нас долго убеждать если она есть то она есть но мы видим что на представленных ими фрагментах видео автомобиль стоит неподалеку от шалаша за шалашом вот тут ребята как раз на днях ездили там на это место примерно ставили свою машину имя петруха юра николаев паша хейтер они ездили туда на место на поляну ставили увидели это все автомобиль туда то есть можно туда втиснуть автомобиль без особого труда а на фото что у марины вот марины о которой я говорил машина уже в отдалении стоит и стоит на не передом к шалашу особенно хорошо это видно на там где машина в отдалении за лицом за лицом с побоями за лицом влада с побоями хорошо видно что она стоит задом и конечно видно что это полицейский бобик вот в общем друзья этими самыми рассуждениями я может быть не столько вас в чем-то убеждаю и не в чем-то помогаю разобраться а даю вам огромную пищу самим для размышлений и это уже хорошо потому что думающий человек это тот человек который который как раз является в какой-то мере следователем распутывает какой-то клубок вот и хочу знать что вы обо всем этом думаете а сейчас я вас всех прошу вот на что обратить свое внимание обратить внимание на фотографии представленные валентином дегтяревым снова обратить внимание я не знаю заметили ли он сам заметил ли потом коча который тоже просматривал его эти фотографии увеличены с видео возле шалаша заметили ли вы сейчас вот или ранее но я четко вижу что слева по борту то есть справа на фотографии а слева по борту автомобиля просматривается темный человеческий силуэт ну посмотрите сами посмотрите сами он не бросается вылаза но если вы посмотрите то вы увидите темный человеческий силуэт рядом с дверкой водителя только ближе сюда перед посмотрите он на мой взгляд спиной стоит зрителю так сказать может быть что-то делает там управляет зеркало так сказать или отвернулся чтобы не попасть лицом в кадр я не знаю но силуэт этот есть никуда не денешься почему-то никто не дегтярев не миша так сказать никто я не встречал не говорит об этом силуэте может быть я ошибаюсь и уже давно все так сказать обсосано до последней косточки в этом снимке но я вот впервые значит пригляделся и обратил внимание обращаю ваше внимание вот бы друзья среди вас среди вашего окружения может быть среди знакомых родственников друзей нашелся специалист который смог бы вытянуть из этих кадров все возможное и невозможное для идентификации как автомобиля так и этого человека ведь он этот человек является прямым свидетелем всего происходящего о том что это какой-то грибник значит подошел к машине я сомневаюсь он имеет прямое отношение значит и к автомобилю и к происходящему на поляне вот сам он был за рулем или это пассажир так сказать сам этот человек мы видим смутное изображение или же он пассажир этого автомобиля это другой вопрос так сказать а может быть он и не только свидетель но и соучастник этого преступления или главный участник главный виновный поставивший может быть последнюю точку жизни влада кошмар хотя я думаю что в демидове такой автомобиль может быть всего-то один я сам был начальником монастырщинского ровы д начальником ленинского рода города героя туда еще не был город герой города смоленска и знаю что вот в сельских райотделах таких как демидовский ну один такой бобик всего лишь вот и водитель его общеизвестен так сказать и самое главное что его движуху в тот день и вечер можно запросто отследить можно запросто отследить был он как во сколько в том месте что он и тогда уже задавать вопрос а что ты батенька какой батенька что-то мерзавчик там делал и что ты видел и в чем ты участвовал в конце концов киса ну-ка перестань мне подпевать сейчас я закончу дверь вам открою пойдете гулять малыши которых которые недавно к нам попали только вот подают голос не привыкли еще к тому что я каждый день сижу компан значит о чем-то кому-то рассказываю вот в конце скажу друзья что было мне очень приятно позавчера встретиться в родном городе у самолета бомбардировщика установленного на улице багратиона в сквере с петрухой встретиться юрой николаевым пашей хейтером наташей симпатичной блогершей она кажется из смоленска мы только впервые познакомились вот благодаря этим ребятам как говорится встреча прошла в теплой и дружественной обстановке вот так и должны мы блогеры общаться ведь у нас одна большая общая цель имя которой истина дорогие мои спасибо всем кто помогает мне и моему приюту катавасия а также добрым и неравнодушным людям которые откликнулись на мою просьбу помочь инвалиду первой группы стасу бородину который подвергся на днях разбойному нападению как раз в этом сквере и на этом месте где мы встречались с ребятами о чем я рассказал в своем предыдущем ролике а с вами был евгений гордеев из смоленска всего нам всем доброго пока только вместе вы сила